МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РВ-пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы участвуем сегодня в специальной игре, тематической игре международного интеллектуального турнира Фавор. Фавор – это 4 дня соревнований, игр, общения, паломничества, экскурсий и узнаваний очень-очень много. Ну, практически как у нас на эрудит пятёрке. Итак, сегодня в студии у нас участники международного турнира Фавор, который походит по благословению Преосвященнейшего Павла Пряшева, экзарха Ядварь. АПЛОДИСМЕНТЫ След у меня в синих шарфах сборная, которую возглавляет Мария Петренко из Бреста. Почему это сборная, почему в ней пять человек, сейчас я немножко объясню. Потому что справа от меня, в красных майках, стоит ещё одна сборная. Сборная городов Сумы и Нежин. Вот у них кенгура такая симпатичная, оранжевая на красных майках. Это команда-лидер нашего интеллектуального турнира Фавор. А вот слева, в синих шарфах, представители пяти команд, которые вошли в финальную шестёрку. Вот они и оттянутся сегодня на лидер. И хотя бы попытаются оттянуться. Итак, сборная Фавора против сборной города Сумы. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Впервые ребята в нашей студии немножко напряжённо держатся. Ну, Мария, попробуем. Наш поединок интуиции, блеф, игра. Кого вы отправляете в бой? Пойдёт Саша. Отлично. Василий Бурец, капитан Сумчан. Кого отправляете вы? Пойдёт Юра. Итак, Саша против Юры. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Задача простая. Задача простая. В нашей блеф-игре, где информация может быть правдивой или абсолютно ложной, нужно просто выжать кнопку и ответить ведущему «Да» или «Нет». При этом честно, глядя в камеру. А я честно, глядя в камеру, буду пытаться вас обмануть. Итак, верите ли вы, что мой первым выпустил из ковчега голубя? Саша? Нет. Вы правы, выпустил он первым «Ворона». Браво! Саша принесла первые пять очков сборной. Играем. Верите ли вы, что Бог создал Солнце и Луну в первый день творения? Прошу вас, Юра. Нет. Да, в четвёртый день он создал светиловый правый пять очков с умчаном. Верите ли вы, что яблочным спасом в народе называют «Преображение Господне»? Саша? Да. Да, это 19 августа. Вы правы, да. Верите ли вы, что Московский храм Христа Спасителя был взорван в 1937 году? Фальстарт. У Юрия, у Саши есть шанс? Да. Да нет, в 1931-м, потом ещё полтора года его разбирали. Надёжно строили наши предки. Играем дальше. Верите ли вы, что Сталин восстановил патриаршество в России? Юра? Да. Да нет, патриаршество восстановил поместный собор ещё в 1917 году. Итак, после блеф игры, вот так попробовали интуиции, 10-5 в пользу сборной. Дуэль Игра! Итак, внимание. Дуэль Игра – это пять очных поединков на пяти темах, пять боёв. Прослушайте темы боёв и решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Первый бой – азбука веры. Второй бой – дорога к храму. Третий бой – новомученики и исповедники. Это является сквозной темой нашего турнира по православной культуре в этом году. Уроки столетия. Четвёртый бой. И пятый бой – универсальный религии мира. У вас есть пять секунд, чтобы решить толкую тему на себя. Готов взять. Вперёд! Пять секунд истекли. Сборная очень быстро всё решила. Чуть-чуть дольше наши украинские друзья обсуждали. Играем. Маша. Азбука веры. А, Б, В, Г, Д, ну и так далее. Элементарные знания. Кто готов проявить? Пойдёт Юля. Юля готова проявить элементарные знания. Василий у вас? У нас пойдёт Мария. Итак, Юлия против Марии. Вперёд! Итак, азбука веры. Каждый новый ответ начинается со следующей буквы русского алфавита. Итак, буква А. Он родоначальник всего человечества. Юля? Адам. Адам, конечно же. Пять очков. Именно столько стоит правильно этот в дуэли игре. Дальше. Б. Это вид колокольного звона, при котором мерно ударяют в один большой колокол. Б. Бам. Бам. Это благовест. Теперь вы это знаете. Играем дальше. В. Это христианская добродетель. Внутренняя убеждённость человека в существовании Бога. Вера. Вера, конечно же. Следующая буква алфавита. Согласно определению апостола Иоанна Богослова, он – это беззаконие. Ну, прошу. Грех. Грех, конечно же. И буква Д. В православной церкви священник как свершитель таинства покаяния. Нет, никто не хочет жать. Странно. Духовник. Вот человек, священник или принимающий таинства покаяния – это духовник. И вновь вы это знаете. После первой нашей дуэльной игры, после первого боя, 20-10, сборная впереди. Следующий бой. Итак, второй бой. Второй бок – дорога к храму. Храмы и всё, что их окружает. Ну, и люди с ними связаны. Маша кто? Александра. Александра. Внимание. Василий у вас? Назар. Итак, Александра против Назара. Вперёд! Назар! 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 Назар, а вы из Нежины? Да. Великолепно. Ну что ж, поехали. Дорога к храму. Именно в этом храме впервые посетили богослужения послы князя Владимира. Что же за храм такой царьградский или константинопольский? Как он называется? А он называется София. Сейчас Айя София в Стамбуле. Играем. И говорили, что были в том месте, где греки служат своему богу, не знали, на земле мы или на небе. Было такое. Играем. Главный православный храм Гомеля называется... Опа! А ведь гуляли по парку, видели храм. Во имя... Опа, прошу. Как? Серафима Саровского. Ещё Серафима Саровского нет. Это вы в паломническом дне, в Жлобине там были. Это Петропавловский собор. Собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Играем. На клиросе в православном храме во время богослужения находятся они... Да. Да, Назар? Кто? Мужчины. Мужчины? А женщин нету. Саша? Харисты. Харисты или певчие, вы правы. Великий князь. Великий князь Дмитрий Донской в 1380 году пришёл в его обитель и спросить благословения на предстоящее сражение. Фальстартова Саша. За этим очень строго следит наш электронный судья. У Назара есть шанс. В чью же обитель пришёл Дмитрий Донской? У кого и спросить благословения? Звучало это замечательное имя уже сегодня? Три, две, одна, решайтесь. Не штрафуем неправильное. Именно к Сергию Радонежскому он и пришёл. А ведь Саша знал, а просто нервы подвели. Играем. Храм-памятник в честь всех святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашем, открыт в начале 21 века в этом белорусском городе. Много ли белорусских городов вы знаете, да, Саша? В Минске. В Минске, конечно же, да. Не нужно бояться правильных, не нужно бояться собственных знаний. И вот тот, кто не боится, тот немножко впереди. После боя «Дорога к храму» 30-10 сборная лидирует. Следующий бой. Итак, внимание, третий бой. Наша сквозная тема. Сквозная тема нашего турнира православного, христианского в этом году. Новомученики и исповедники. Ну что ж, кто владеет этой темой в сборной? Маша. Вадим. Прекрасно. Кто владеет этой темой у сумчан? Я. Прекрасно. Вадим против Василия. Вперед! Вадим! 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 Сразу вопрос к Вадиму. Какую епархию, какой город он представляет? Я представляю Пинскую и Лунецкую епархию, город Пинск. Великолепно. Итак, внимание. Новомученики и исповедники. Он первый архиерей, погибший во время революционной смуты. Прошу. Митрополит Владимир. Митрополит Владимир, митрополит Киевский. Вы правы. Именно в день его гибели, собственно, и установлен праздник собора новомучеников и исповедников. Играем. Это семейство, погибшее в 1918 году, святые страстотерпцы. Прошу. Романовы. Романовы, да, семья бывшего российского императора. А, кстати, вот новомученики и исповедники говорят. Так что же исповедовали, собственно, эти исповедники? Прошу. Православную веру. Православную веру, да! Великолепно играет капитан! Протеерей Александр Ткачев считает, что самая страшная ошибка по отношению к новомученикам сделать это. Прошу. Три, две, одна. У соперника есть шанс. Какая же страшная ошибка у наших современников по отношению к тем, кто страдал за православную веру? Не помните. Не помните их за вами. Браво! Великолепный ответ! Я полностью с вами согласен, Владимир. Самая массовая канонизация новомучеников в 20 веке произошла именно в этом году. Прошу. В 2000 году. Последний год 20 века. Великолепно, Владимир. Справился с нервами. И так после третьего боя у нас счет 40-25. Стали приближаться с замечания к следующему войну. Уроки столетия. Тема четвертого боя. Ну, столетие со дня Октябрьской революции, которую кто-то называет Октябрьским переворотом, кто-то называет Великой. Разные мнения. Ну, мнений всегда больше, чем истин. Итак, уроки столетия по отношению к, естественно, православной церкви. Мария, кто? Пойду я. Отлично. Капитан идет в бой. Кого отправляет Василий? У нас пойдет Глеб. Итак, Маша против Глеба. Вперед! Маша! 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 Зал! Зал болеет за Машу. Ну, я всегда болею за тех, кто пока проигрывает. Суммы я с вами мысленно нежен тоже. Итак, внимание, начнем. Уроки столетия. Восстановление патриаршества практически совпало с этим судьбоносным для России событием. Прошу. Великой Октябрьской революции. Ну, или с Октябрьской революцией. Вот она свершилась, собственно, 25 октября по старому стилю, по новому, 7 ноября. А восстановление патриаршества свершилось 4 ноября по старому стилю, 17 по новому. Вот, знайте эту информацию. Играем. В Советской России она была отделена от церкви декретом 1918 года. Да? Школа. Да, сейчас идет обратный процесс, и это, наверное, хорошо. Играем. Этот патриарх анафемствовал гонителей церкви в 20-х годах. Иоанн. Иоанн, да ничего подобного. Маша, может, вы знаете. Тихон. Тихон, разумеется. Именно он вошел на патриарше престол, едва его восстановили в 17-м году. Играем. В 30-е годы православное духовенство относилось к категории лишенцев. А какого права их лишили? Да. Политический. Кто есть? Политического выбора. Да. Им нельзя было участвовать в выборах. Нельзя было выбирать избирательного права. Политический прав. Вы правы. Не нервничайте. Все хорошо ли? Этот советский руководитель грозился показать последнюю попа по телевизору уже в 1980-м году. Оп. Хрущев. Кстати, и храмов-то при Хрущеве было закрыто и разрушено куда больше, чем при Сталине. Вот статистика, о чем гласит. Именно Хрущев грозился полностью, полностью уничтожить церковь. Уроки столетия учили хорошо. И после четвертого боя 50-40. Совсем небольшой разрыв, но сборная впереди. Следующий бой. Религии мира. Сборная Мария Петренко. Кого вы отправляете в бой? Пойдет Дмитрий. Отлично. Василий? Пойдет Юра. Итак, Дмитрий против Юры. Вперед. Дима! 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 Дима, прежде чем начнем играть, какой город представляете вы? Я представляю Брянскую епархию, город Брянск. Город Брянск. Замечательный город. Итак, внимание. Начнем. Религии мира. Основателем этой религии называют принца Гаутаму. Фальстарт, очень нервничаете вы. Прошу. Оп, а соперник-то и не знает. Принц Гаутама, он же Будда-буддизм. Ведь вы знали, Дмитрий? Да, я знал. Знал, конечно. Вот не нервничайте. Главное, попадайте точно в нажатие кнопки. Без фальстарта. Играем. Он признался, что был неграмотен, а Коран написал по вдохновению Аллаха. Пророк Мухаммед. Пророк Мухаммед, конечно же. Отлично. Играем Дэнс. Религия этой страны, синтаизм, буквально переводится как «путь богов». Страна Япония. Япония, конечно. Да не нервничайте, как, Дима. У вас же получается. Йом-ки-пух или Судный день – таки один из главных праздников этой религии. Да. Финляндия. Финляндия? Да нет. Прошу. Что ж за религия такая? Религию назвать? Да, конечно. Иудаизм. Иудаизм, конечно. Отлично. Последователи этой религии верят в аватары – воплощение бога в животных и людях. Что ж за религия такая? А эта религия называется индуизм. Переселение душ, аватары и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, после религии мира 60-45 Дмитрий очень легко сыграл. Наступает время нашей тест-игры, нашего скоростного централизованного тестирования, или, чтобы россиянам было понятнее, скоростного ЕГЭ. А как, кстати, называется на Украине, Василий? ЗНО. ЗНО. ЗНО, а как расшифровывается? Зовничнее незалежное оценивание. По-русски перевести? Да они, хлопцы! Все сразумило! Гуляем! Итак, внимание! Тест-игра. Книга «Бытие» – общая ее тема. Вот знаток этой книги должен быть в сборной у Маши Петренко. Пойдет опять Дмитрий. Дима, это ваш последний выход. Кнопки больше двух раз не ходят. Внимание! Василий? У нас пойдет Глеб. Итак, Глеб против Дмитрия. Вперед! Вперед! Итак, внимание! Сначала выжимаем кнопку по старту, а потом выбираем из трех вариантов. Итак, начнем. Когда земля была безвидна и пуста, дух Божий носился. А. Над землею. Б. Над водою. Ц. Над бездною. Дмитрий. Над без... Над... Над водой. Над бездной. Над... Над водой. Выбирайте таки вариант. Над бездную. Над бездную. Вы не правы, к сожалению. Да? Над водой. Тьма над бездной. А дух Божий носился именно над водой. Пять очков заработал на подборе игрок сумской команды. Глеб. АПЛОДИСМЕНТЫ Ход в Едемский сад охраняет, говорят, до сих пор с пламенным мечом. А. Херувим. Б. Серафим. И. Ц. Ангел. Фальстарт Дмитрий. Глеб. А... Херувим. Херувим. Вы правы. Вариант там. Во время потопа вода усиливалась на земле. А. 9 дней. Б. 40 дней. Ц. 150 дней. Фальстарт Дмитрий. Что же вы так нервничаете, Глеб? 40 дней. 40 дней нет. Именно 150 дней усиливалась вода на земле. Именно так сказано в книге «Бытие». Увы, никто. В слове Господа к Аврааму, в видении, было сказано «Не бойся, Авраам, я твой А. Щит. Б. Меч. Ц. 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 Я твой щит, вы правы. 10 очков. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем тест игру. ИСАФ, знаете этот эпизод, продал свое первородство Иакову. А. За египетское вино. Б. За бобовый суп. И. Ц. За 30 серебреников. Мери. За бобовый суп. Чечевичная похлебка. Это бобовый суп. 10 очков. Великолепная. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, ну просто танком проехался по сопернику, хотя Глеб сопротивлялся изо всех сил. 80-60. Сборная впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Великолепная христианская культура, ну все в этой теме. Маша, кто у вас любит картинки, раскраски и прочих покемонов? Очень любит их Вадим. Вадим, хорошо. И в Пинске который, кто у Василия? У нас Маша. Вадим против Маши, вперед! ВАДИСМЕНТЫ 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 Ничего жать не нужно. Маша, посмотрите на Вадима так, чтобы он забыл о всех картинках. И ему больше уже ничего не хотелось. Итак, внимание. Сейчас на экране будут появляться картинки, и вы будете отвечать по очереди. Лидирующая команда, это сборная, начнет Вадим, и по очереди раз-два, раз-два. Правильный ответ с ходу 15, на подборе 10. Вадим, начинаем с вами. Буква А. На картинке изображен Аналой. Аналой, вы правы. 15 очков. Маша. Маша, прошу для вас. Бракосочетание. Великолепно. Брак. Прекрасно. Вадим, прошу. На картинке изображен воздух. Воздух. Великолепно. Маша. Гроб Господень. Гроб Господень. Да, вы правы. Именно это, собственно, храм Гроба Господней в Иерусалиме. И это, собственно, то место, где упокоился Христос. Итак, Вадим, играем с вами. Буква Д. Это Данилов монастырь. Данилов монастырь. Не, к сожалению, Маша, может, вы догадаетесь. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Это буква Б, а это буква Д. Это Донской монастырь в городе Москва, который долго был выведен из православной церкви. Чего там только не было. Вот теперь он восстановлен и отдан русской православной церкви. Маша, играем с вами. Буква Е. Вот нужно назвать вот тех вот мужчин, которые подходят до причастия. К сожалению, не знаю. Не знаете. Вадим. Евангелисты. Евангелисты, конечно. Кого еще четверо? Теперь их не знаю. Три мушкетера и дартаньян, евангелисты и четыре танкисты и собака. Ну, там пятеро. Итак, продолжаем с Вадимом. Вадим 10 очков сейчас на подборе поднял. Прошу вас, Вадим, что происходит? Происходит жертва. Жертва или жертвоприношение, так изобразил ее один из художников Возрождение. Вы правы. Маша, играем с вами. Маша, я изо всех сил болею за вас. Звенится. Звенится, звонится. Отлично. Прекрасно, Маша. Я очень рад за вас. Вадим. Вадим. На картинке изображена келья. Келья монашеская. Все очень просто. Машенька. Лука. Лука, да что вы. Вадим. На картинке изображено воскресение Лазаря. Лазарь. Лазарь. Иди вон, сказал Христос. И четверодневный покойник вышел из гроба. Славик разрешено. И ого, какие цифры. Ну, Вадим, конечно, рванул. 160-105 в пользу сборной. Но ничего еще не потерял, потому что нас ждет риск игра. Самый сильный, самый мощный, самый уверенный в себе игрок должен пойти. Это Маша, я испытываю вашу гордыню. Маша, кто это у вас? К сожалению, я. Счастье вы, хорошо. Василий, кто это у вас? Это я. Каментанский бой, вперед! Каментанский бой, вперед! Итак, внимание, правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Маша против Василия, капитанский бой. Азбука веры, буква Е. Это церковно-административный округ, состоящий из приходов, объединенных в благощине. Маша. Епархия. Плюс 20, 180. Василий, я верю в вас. Дорога к храму. Он, это главнейшая часть храма. Василий. Алтарь. Браво! Великолепно! 180, 125. Новомученики и исповедники. Среди страданий святых 20 века, разорение троицы-серговой лавры и похищение большевиками его мощей. Да. Сергия Радонежского. Блестящий ответ! 180, 145. Все еще поправимо, играем. Уроки столетия. В российской конституции 1993 года указано, Российская Федерация такое государство. Какое? Тише-тише-тише-тише. Да. Светская. Браво! Точный ответ. Великолепно. И заканчиваем. Регия мира. Это христианская конституция. Первая по численности верующих в нашей родной Беларуси. Василий. Православие. Православные. Православные рванул на счет 200-165. Сборная выиграла. Сумы на этот раз оказались немножко слабее. И сейчас я задам вопрос команде-победителю. Можете обсуждать больше пяти секунд. Вот у меня в руках две очень хорошие издания Библии, которые предоставила нам Гомельская епархия для нашей игры. Маша и сборная команда. Вот эту Библию нужно одну из Библий вручить лучшему игроку команды соперника. Кто это у вас? У вас есть время обсудить. Буквально пять секунд. А, соперника, слава богу. Он крайний парень. Который? 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 Который крайний парень. С капитаном. Белки, давайте ему хотя бы утешили. Он да. Как капитан был. Спасибо. Хорошо. Машенька, вы обсудили. Итак. Мне очень нравится имя Василий, поэтому Библия идет. Только поэтому, да? Да. Ну, на самом деле, не только. Вообще, он очень привлекательный молодой человек. Тогда, Маша, с вашего разрешения вот эту Библию от сердца... А, да, вот. Подержите ее в руках. Вот. Подержите ее в руках, приложите к сердцу. Вот. Вот. Великолепно. Прекрасно. И я отдам ее Василию. Василий, берите и владейте. И теперь Василий, я обращаюсь к вам. Очень трудно испытывать какие-то хорошие чувства к тому, что у вас победил. Но все-таки христианское смирение, христианский добродетель. Мы любим друг друга. У нас товарищеский бой. Какой-то православный христианский турнир. И у вас в сердце должна быть светлая любовь к ближнему. Василий, кто сильнейший игрок в этой команде, можете обсудить. Итак, Василий, ваше решение? Решение вашей команды? Наше решение отдать Библию мальчику. Молодому человеку в пиджаке. Мальчику, хорошо. Мальчиков тут немного. Дима и Вадим. Вот Дима повыше, Вадим... Вадима. С чубчиком. Итак? Вадима. Вадиму. Благодарю вас. Вадима, передаю вам. Владейте. Спасибо. Итак, наша эрудия пятерка благодарит и еще раз благодарит Гомельскую епархию, координатора турнира фавор священника Артемия Кривицкого, руководителя миссионерского отдела. Естественно, низкий поклон владыке Стефану за благословение турнира. Ну и надеюсь, что не последний раз мы в этой студии встречаем участников турнира знатоков христианской культуры фавор. А вот главное напутствие вам, ну оно в Беларуси звучит, не знаю, как в России, потому что у нас десятибальная система. Итак, внимание, эрудия пятерка. Смотрим пятерку, получаем десятки, в том числе по православной культуре. Играем!